Рубрика создана при поддержке народного учителя Уссурийска Ивана Лаоши. Для достижения высоких результатов наших спортсменов, помимо изучения новых приемов и спаррингов, мы используем бег, прыжки, на скакалке, а в конце тренировки подвижные игры, например, футбол. Татистическая подготовка по расчету взаимодействия с противником внедряется с малых лет. Мы стараемся сочетать задачи спортивной подготовки и общего воспитания. На пробную тренировку по тэквондо Маргарита пришла по инициативе родителей. Девочке сразу понравился тренер и его подход. На дебютных соревнованиях Маргарита выиграла высшую ступень пьедестала. Победа стала мотивацией заниматься дальше. Несмотря на страх спаррингов, за год у спортсменки на счету участие в двух соревнованиях, четыре золотых медалей и два кубка. В школе девочка тоже добивается успехов. На Олимпиаде по русскому языку заняла третье место, а по математике второе. Еще Маргарита занимается танцами и планирует записаться на секцию волейбола. Восемь лет Владимир Тян пошел на тэквондо вслед за старшим братом, а потом ему самому понравились тренировки. Появились друзья. Участие во всероссийских соревнованиях стало для мальчика мотивацией заниматься усерднее. Появился дух соперничества и чувство командной сплоченности. Главным примером для подражания Владимир считает своего тренера. Мальчик всегда с удовольствием бежит на тренировки. Не скрывает это, очень тяжело, но и очень интересно. Особенно, когда в конце занятий играют в футбол. Когда Кириллу было 4 года, дедушка привел его на тэквондо. Сначала тренировки давались с трудом. В столь юном возрасте приходилось учиться выдержки и терпеть нагрузки. Но Кириллу не сдался и сейчас очень благодарен своему деду за то, что направил на путь спорта. Две юноши тэквондо – это не просто боевое искусство. В первую очередь самоконтроль, внутренняя дисциплина, нравственность. За время спортивной жизни Кирилл побывал на соревнованиях в Ставрополе, Улан-Удэ, на Сахалине, в Хабаровске, на Хокке, Новошахтинске и Владивостоке. Неоднократно подтверждал статус абсолютного победителя. За 10 лет спортивной жизни завоевал более 30 медалей за первое место, 20 за второе и 18 за третье. Цель Кирилла – черный пояс. Юноша участвует в соревнованиях не только как спортсмен, но и как судья. В 2022 году Кирилл сдал нормативы ГТО на серебряную медаль. В этом году нацелен на золото. Принимает активное участие в жизни школы. Зимой любит кататься на сноуборде, а летом на сабборде. Тэквондо воспитывает в детях физическую и духовную силу. Спортсмены учатся уважению соперникам и достижениях своих целей. Ждем мальчиков и девочек в нашу дружную команду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова